Какие события обычно оказываются важнее? Запланированные или случайные? И почему последних несоизмеримо больше, чем первых? Можно ли как-то повлиять на непрогнозируемые события или хотя бы рассчитать их вероятность? Однажды профессорам статистики задали вопрос, который не был похож на статистический. Представьте, что в городе есть две больницы. Одна маленькая, а другая большая. И вот в какой-то день в одной из них рождается 60% мальчиков. В какой больнице это скорее могло произойти? И тут многие профессора назвали, конечно, большую больницу, потому что это на первый взгляд кажется логичным. И совершили ошибку. Ведь суть статистики как раз и заключается в том, что чем больше выборка, тем меньше отклонений от среднего показателя она должна дать. То есть в большой больнице гораздо сложнее получить пропорцию 60 на 40, потому что в ней должно родиться больше младенцев определенного пола, чем в маленькой, а это менее вероятно. Поэтому наши профессора проваливают экзамен, который сами же принимали. Но статистика вещь упрямая и наивная. По статистике, чем дольше живет курица, тем больше проходит дней, когда ей насыпают очередную порцию корма. Каждый день укрепляет веру курицы в стабильности ее существования, пока однажды она не закончит в супе. Дело в том, что не всегда можно выводить общее правило из наблюдаемых фактов, а накопление подтверждающих наблюдений не увеличивает запаса наших знаний. И куриных знаний тоже. Гораздо важнее для нас оказывается не то, что произошло, а то, что не произошло. Оно-то и случится тогда, когда мы будем менее всего готовы. Но мы говорим не о курицах, а о лебедях. И суп в данном примере как раз черный лебедь для курицы. В ряде европейских языков есть поговорка «белый как лебедь», потому что до определенного времени европейцы не видели лебедей другого цвета. Но они, тем не менее, существовали. В Австралии, где у жителей была своя поговорка «черный как лебедь», потому что в Австралии жили лебеди черного цвета. И вот однажды европейцы с ними познакомились и были немало удивлены. Есть такое событие, которое невозможно предсказать. Его просто никто не ждет, потому что ничего подобного до него не было. Такое событие и называется черным лебедем. Черные лебеди объясняют развитие истории, успехи и неудачи религий, идей книг, фильмов, технологий и много чего еще. Теория черных лебедей утверждает, что прогресс двигала случайность, а не чей-то дальновидный прогноз. Скажем, три важнейшие технологии современности – компьютер, интернет и блокчейн – возникли внезапно и непредсказуемо. Это были три настоящих черных лебедя, но сейчас все выглядит так, будто они были частью какого-то плана. Чем больше информации мы собираем о прошлом, тем успешнее мы можем прогнозировать будущее. Но это неверно. Почему? Потому что тут явно не хватает лебедей. Однажды двум группам людей показывали сильно размытые изображения некого объекта. Для одной группы разрешение увеличивали медленно, в 10 приемов, а для другой быстрее – в 5. Та группа, которая видела меньше промежуточных шагов, быстрее узнавала изображенный предмет. Первые видели плавный градиент, получая как можно больше информации. Вторые – только срезы. То есть, чем больше информации вы даете человеку, тем больше гипотез у него будет возникать по ходу, и тем хуже окажется результат. Но вернемся к черным лебедям. Допустим, я убедился в том, что чем больше я планирую, тем меньше случайностей я учитываю, хотя их шансы от моего планирования не уменьшаются. Меня интересует другой вопрос. Окей, а как поймать хорошего черного лебедя? Как повлиять на событие, которое положительно, но непрогнозируемо, вроде выигрыша в лотерею? Для начала выберите масштабируемую профессию. Допустим, вы пекарь, и вы вынуждены выпекать по отдельной булке хлеба для каждого покупателя. Или же вы стоматолог, и затрачиваете усилий и время на каждого отдельного пациента. Такого рода профессии немасштабируемы. Всегда существует верхний предел пациентов или клиентов, которых можно обслужить за определенный промежуток времени. Ваши доходы будут зависеть от ваших постоянных усилий. Колебания возможны, но они не будут такими сильными, чтобы прибыль одного дня перекрыла доходы всей остальной жизни. В противоположность им есть масштабируемые профессии, в которых, в случае везения, возможно приумножать доходы без особых усилий. Например, актеру не нужно играть для каждого зрителя отдельно, чтобы оставаться на виду и получать большие гонорары. Писатель будет тратить столько же времени для завоевания одного читателя, сколько для покорения миллионов. Биржевой спекулянт способен сколотить состояние за пару успешных ставок. Но всем им нужны черные лебеди. Итак, совет первый. Выберите масштабируемую профессию. Совет второй. Не выбирайте масштабируемую профессию. Беда в том, что такие профессии хороши только для удачливых. В них очень жестокая конкуренция и чудовищное неравенство. В первой категории профессии господствует золотая середина, во второй – только гиганты и карлики. Точнее, огромное число карликов и совсем немного гигантов. Скажем, только в США в год выходит 300 тысяч новых книг, и только порядка 3000 из них удается стать бестселлерами. Шанс поймать черного лебедя здесь равен 1%. Вот два примера из мира вероятностей. Посмотрим на рост жителей нашей планеты. Средний рост мужчин и женщин равен 1 метру 67 сантиметрам. Шанс того, что кто-то окажется на 10 сантиметров выше среднего – 1 из 6,3. На 20 сантиметров – 1 из 44. На 30 сантиметров – 1 из 740. На 40 сантиметров – 1 из 32 тысяч. А на 60 – 1 к миллиону. Вероятность иметь рост выше среднего стремительно убывает, особенно после этого момента, где график приближается к нулю. Такая кривая называется гауссовой кривой или нормальным распределением вероятностей. Суть ее в том, что чем дальше вы отклоняетесь от средних величин, тем быстрее падают шансы. А вот другая кривая. Возьмем величину, которая связывает случайность и деньги. Какова вероятность обладать состоянием свыше 1 миллиона евро, живя в любой европейской стране? Шанс того, что вы будете владеть капиталом выше 1 миллиона евро равен 1 из 63. Выше 2 миллионов – 1 из 250. Выше 4 миллионов – 1 из 1000. Выше 8 – 1 из 4000. На первый взгляд, второй график более пессимистичный, поскольку шансы в нем убывают быстрее. Однако это справедливо лишь для участка близкого к средним значениям. По определению, черных лебедей там быть не может. Непрогнозируемые события случаются на участках с малой вероятностью, иначе они не были бы таковыми. И вот тут второй график намного оптимистичнее. Скорость убывания шансов тут остается постоянной. Второй график гораздо медленнее искатывается к неправдоподобным величинам, вроде 1 миллиардной, что оставляет шансы для черных лебедей. Вторая кривая математически больше похожа на мельденбротовские фракталы, пропорции которых сохраняются при увеличении масштаба. Именно в таких фрактальных распределениях и водятся черные лебеди. Непрогнозируемые события любят фрактальные графики, как, например, курс роста биткоина или вспышки гриппа в течение года. И каждое серьезное отклонение в них – черный лебедь, сулящий удачу или неудачу. Итак, что мы знаем о черных лебедях? Черные лебеди обожают уничтожать планы и прогнозы, их оружие – внезапность. Не надо искать черных лебедей в сферах, где действует нормальное распределение. Черные лебеди любят плавать во фрактальных водах. Попробуйте, половить их там. Если понравился ролик, попробуй решить этот бонусный ребус и выполнить действия, которые в нем зашифрованы.